Приветствую вас, Церковь Божия! Буквально вчера пастор Ваня попросил меня сказать первую проповедь, на что я ответил, что я не смогу это сделать. После чего он сказал, ну хорошо, давай подготовь церковь и проведи молитвенное служение. И чем больше я думал о молитве, тем больше я понимал, что очень сложно молиться, когда ты не понимаешь, что ожидает от тебя Бог. Молитва – это общение с Богом, молитва – это уединение с Богом. И для того, чтобы понять, о чем Бог желает, чтобы мы делали, то ожидание, которое у Бога есть каждому из нас. Но анализируя себя, почему я отказался проповедовать, я заметил, что в связи с войной настолько много поступает информации в мой разум, столько много эмоций, переживаний, болей, что очень сложно сфокусироваться, сконцентрироваться на чем-то. Очень сложно продолжать читать по плану. Часто сложно работать. Хочется открыть телефон, посмотреть, что происходит там. Мы звоним, переживаем. И вы знаете, для меня первые 2-3 дня были очень сложными, для меня был шок. Я не мог поверить, что это случилось. Как вы слышите, я проповедую на русском языке. Я родился в Украине, но в школу я пошел именно в русскую. Украинский язык я изучал, как уже второй мой язык, с третьего класса. В шестом классе я переехал в Соединенные Штаты. Практически вся литература, которая была у нас в семейной библиотеке, она была на русском языке. Для меня Россия, русский народ, ее писатели, возможно, не столько современные, но те, которые были в 19 веке, были родными. Я не видел этой разницы. И когда Россия напала на Украину, вы знаете, было такое состояние действительно шока. Ты не мог подумать, что это так. Общаясь с некоторыми людьми, военными еще в Украине, они говорят о том же. Когда они смотрят на то, что происходит вокруг, они вспоминают какие-то, возможно, боевики с 90-х, когда все взрывается, все в замедленной какой-то, знаете, съемке. Но это реальность, это то, что происходит. Близкие родные умирают. Много раненых, много убитых. И когда, как многие из вас, я смотрел ленту новостей, видел видео, когда умирают женщины и дети, ничего хорошего внутри я не ощущал к русскому народу. И очень часто даже я замечал, что упоминание вообще России или даже русского языка пробуждало во мне какие-то негативные чувства. И в один момент, в пике этих эмоций, ко мне пришла мысль. Больше не проповедовать на русском языке. И вы знаете, приятно, я почувствовал некую сладость того, что я сказал себе, я патриот, я молодец. Я перечеркну все то, что я читал русскую Библию, то, что я больше общался на русском языке. И я буду меняться, я буду стать более подобным украинцам, поддерживать их в этом. После чего пришла другая мысль. Кто нуждается больше в Евангелии, в прощении, в покаянии на сегодняшний день? Если мы говорим, что Евангелие Христос освобождает, это та истина, которая нас меняет, то кто больше сегодня нуждается в ней, чем русский народ? Но как он это услышит? Как он услышит ту истину, которая освобождает? Только тогда, когда мы будем говорить к ним. Только тогда, когда мы будем говорить на понятном их языке. Вы видите также, что во многих новостях специально, параллельно ведут русские новости. Чтобы люди понимали, чтобы люди освобождались. Но освобождались не только в физическом, душевном плане. Но мы как церковь должны заботиться, чтобы они освобождались в духовной войне. И сегодня перед молитвой я хотел бы прочитать некий текст и поделиться двумя-тремя мыслями, мы будем молиться. Текст записан в 12 главе 1 послания Коринфянам, с 13 по 28 стих. Ибо как тело одно, но имея многие члены, это с 12-го. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы едины духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные. И все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потом не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потом не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были одним членом, то где было бы тело? Но теперь членов много, и тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надо мной, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о нем совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознен члены. Многие люди из нашей местности физически купили билеты и уехали в Украину помогать. Те из нас, кто не может себе это позволить, посылают туда материальную поддержку. Многие из нашей даже церкви, многие, которые мы знаем здесь, буквально тысячи долларов передают в Украину. Помимо физической помощи, возможно, кто-то уже израсходовал все свои ресурсы, у него нет уже больше стадать. Он звонит тем людям, которые находятся там, он их поддерживает морально. Он пытается быть с ними вместе, насколько это возможно. Часто как-то поддержать, возможно, как-то юмором немножко развеять вот эту трагедию. Вы знаете, такие фразы, как «Слава Богу, что у нас только два братских народа». Точно как люди светские в Украине, так и здесь много помогают. Но западные и восточные военные аналитики говорили, что у вас два-три максимум недели для того, чтобы противостоять агрессии. Но видим, что Украина стала как один кулак. Люди, верующие, неверующие, стали одним целым и дают отпор этой агрессии. Каждый занимается своим делом. Мы видим, как многие военные занимаются своим делом, политики занимаются своим делом. Коммунальные службы занимаются своим. И все делают от себя максимум. Даже такие были вещи, что в группах писали, я массажист, могу сделать вам массаж, у кого есть нужда. Я врач, могу лечить, у меня есть какие-то лекарства, могу поделиться. Все делают от себя максимум в той сфере, где они это умеют делать. И сегодня хотел бы спросить у нас, как церкви, в этом кулаке какая наша роль на сегодня? Да, многие из нас из церкви, из наших знакомых, христиан, поехали сейчас в Украину. Возможно, многие из нас еще поедут в Украину. Церковь десятки тысяч долларов перечислила уже в Украину. Мы поддерживаем связь, мы ободряем, мы говорим, что мы молимся за них. Мы видим, как люди, волонтеры служат в Украине. Но в церкви есть еще более главная задача и роль. Как мы считаем, церковь есть телом, телом в первую очередь духовным, эти молитвы. У нас нет преград в этом. И мы молимся, мы молимся, мы молимся за народ Украины, мы молимся за правительство, за военных, за волонтеров, за женщин, за детей. И слава Богу за это. И одна из самых горячих точек сейчас в Украине, это и есть город Мариуполь. Я думаю, многие из вас видели кадры, фотографии, видео этого города, если это можно назвать городом. Практически каждое здание было обстреляно. Сотни людей умирают. Нет воды, нет электричества, нет отопления. Ситуация довольно трагическая. И возможно, вы, как и я, задавались вопросом, ну почему, почему ВСУ, да, или войска не могут прийти, освободить от Мариуполя, ведь так все сложно. Люди умирают буквально сейчас. Вся энергия идет к тому, чтобы хочется даже самому туда поехать и помочь этим людям. Но почему вот это не происходит? Вы знаете, я задаюсь вопросом, а где Мариуполь сейчас в духовном мире? Где Мариуполь в теле Христовом? Где тот орган, который болит сегодня? И сегодня я хотел вам предложить, возможно, для кого-то это будет сложно, я это понимаю. Но сегодня я хотел бы предложить вам молиться за Россию. Молиться за церковь России. Вы знаете, мы не можем сегодня сказать, как было здесь прочитано, что не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или голова ногам, ты мне не нужна. Мы можем сказать, да, Россия это как гангрена, ее нужно просто отрезать и отбросить. Но в духовном мире это не так. И в России есть люди, которые верят в Бога, и они являются частью тела Христового. И сегодня, как церковь, у нас есть возможность молиться за них. Нас называли младшим братом. Сегодня у нас есть возможность стать старшим братом. Старший брат это не тот, который унижает младшего и говорит, ха-ха, ты не умеешь это делать. Ты не умеешь ходить, ты не умеешь писать. Если едешь на велосипеде и младший падает, он не говорит, да, о, какой ты неудачник. Старший брат это, который поддерживает. Старший брат, который беспокоится за младшего, чтобы успех младшего так же состоялся. И порой он готов отдать свой успех ради своего младшего. Он чувствует ответственность, он чувствует долг. Он не эксплуатирует в своих нуждах и, знаете, как на побегушках использует младшего. Нет, это не старший брат. Каждый из нас жаждет победы. И вы знаете, я абсолютно уверен, что Украина победит. Я уверен, что мы победим физически. Украина будет независимой. Я вижу, как Украина побеждает душевно. То отношение к людям, которые есть у украинцев, моральное, оно выше агрессора. И мы там побеждаем. Сегодня вопрос к нам, хотим ли мы быть победители в духовном мире. Хотим ли мы оставить свою горечь, свое разочарование, свою боль. И сквозь или через это посмотреть на духовное состояние России. Взять ответственность, как старшим брат берет за младшего и молиться за них. Многие из них не понимают, что происходит. Кто-то понимает, но боится. Кто-то, возможно, пытается вообще избежать. У него нет силы осмыслить всего этого. И сегодня я считаю, что ответственно освободиться от лжи. Освободиться от страха, неуверенности. Но чтобы Бог дал им надежду, дал упование и понимание, что тело Христово, оно одно. И что мы сегодня можем поддержать их. Мы можем сегодня изменить историю. И сегодня мы можем точно так же, как израильский народ, молиться за тех, кто были нашими врагами. И помните, как пророк Иона и шел в город. Он не хотел, чтобы они покаялись, потому что он знал, что если Бог увидит их раскаяния, не будет наказания. Возможно, через 10, 15, 20 лет, когда церковь Украины выдержит это, пройдет дальше. Она снова сможет послать своих миссионеров в Россию. Она снова сможет благовествовать русскому народу. Я хочу, чтобы мы молились за наш народ, чтобы он смог это сделать. Мы молились за нас, чтобы мы могли это сделать. И молиться за Церковь Божию в России, за ее пробуждение. И за поддержку в духовном мире. Потому что, если вы помните, наша брань, наша духовная война, она не против людей, против бесов. И это духовная война. И там сейчас Мариуполь в России. Сейчас им сложно в этой ситуации. Поэтому я прошу, давайте мы встанем. И у кого есть желание, попросите Божьей милости на просвещение разума, ума служителей Церкви в России за поддержку духовную. Давайте помолимся.